Загородная резиденция молдавского президента в Кондрице в центре внимания политиков, экспертов и журналистов. Сегодня здесь встречались президент Игорь Дадон и глава Приднестровья Вадим Красносельский. Прорывов по большому счету никто не ждал, но сам факт такого общения уже позитивный сигнал для урегулирования. Так о чем говорили лидеры? Что осталось за рамками озвученных итогов? Как эта встреча вписывается в систему новых кадровых решений вместе ОБСЕ в Молдове, а также скорого визита спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ? Об этом поговорим честно и принципиально. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю моих сегодняшних гостей. Это Эрнест Варданян, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня у нас особый гость, человек, представляющий Приднестровье. Это директор Института социально-политических исследований и регионального развития, а также экс-заместитель министра иностранных дел Приднестровья. И вам добрый вечер, Игорь Шорников. Сегодня у нас телефонного голосования не будет. Мы посчитали некорректным выбор, когда не можем рассчитывать, в том числе и на Приднестровскую аудиторию. Ну что ж, даже без голосования, я думаю, что наша беседа должна получиться интересной. Вот первонаперво поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от самой встречи. Эрнест, какие у вас впечатления? Первое впечатление благоприятное состоит в том, что она состоялась. То есть это тот самый случай, когда встреча ради встречи это не что-то для галочки, это не что-то такое проходное и неинтересное, а именно важное, потому что в условиях хронического, вялотекущего Приднестровского процесса регулирования, даже такие встречи, где в общем-то нет прорывов, но есть благоприятная атмосфера переговоров, это уже хорошая новость. Значит, насколько мне известно, эта встреча получилась, то есть они договорились довольно быстро. Если раньше процессы могли занимать месяцы, то сейчас, насколько мне известно, это заняло всего лишь несколько недель. Что, в общем-то, тоже говорит о многом, говорит о том, что, по крайней мере, стороны готовы вести переговоры, готовы встречаться. Я не уверен, что, в частности, Приднестровская сторона готова отступать от своих позиций, но, по крайней мере, ее готовность провести диалог, это уже что-то вызывающее положительные оценки. Спасибо. Господин Шорников, у вас какое впечатление? Знаете, вот этот формат 1 плюс 1, Додон Красносельский, вот эти два года он где-то стоит на запасном пути. Все-таки весь переговорный процесс в большей степени идет в формате 5 плюс 2. Но то, что этот формат пока еще не списывают, совсем, так сказать, это очень хорошо, то есть он, может быть, в дальнейшем какую-то свою роль сыграет. Тот факт, что так быстро удалось согласовать в старейшем, мне кажется, это объяснимо тем, что появились новые фигуры. Молодо-приднестровскому регулированию это не только. Будущий новый глава миссии ОБС, мы знаем, что появился Дмитрий Козак снова. И наверняка это такая вот встреча, чтобы, может быть, каким-то образом обеим сторонам подготовиться к беседе с ним. Ну вот вы затронули формат, один из форматов обсуждения преднестровской проблематики. Это когда в переговорах участвуют руководители Молдовы и Приднестровья Игорь Додон и Вадим Красносельский. Вот с вашей точки зрения, вот непонятно, да, ваши какие-то, вот вы говорите, там у вас есть сомнения, но с другой стороны, если посмотреть на этот формат, то он отличается от всех, которые существуют тем, что может быть самым искренним. Потому что Игорь Додон, он один из тех руководителей, пожалуй, единственный руководитель в Молдове, который не относится к России враждебно, наоборот, он видит в России партнера. Разве это не может сблизить двух руководителей? В том-то и дело, что если мы вспомним даже историю пятистороннего, формата 5 плюс 2, он начинался вот как пятисторонний формат, и переговоры там вели именно на уровне глав государств или президенты. Вот постепенно их потом заменили политическими представителями, потом добавились там наблюдатели от Евросоюза и США. Каким-то образом инициатива в этом формате перехватило в БСЕ, и роль России в формате 5 плюс 2 постепенно-постепенно нивелировалась. Вот и сейчас первую скрипку по большому счету там играет США, потому что до сих пор постоянно главой миссии был именно американский дипломат. Формат 1 плюс 1 может быть потому и не становится ключевым, что роль России в нем сразу же резко возрастает, потому что и Вадим Красносельский, и Гальдадон позиционируют себя как пророссийские политики. И, конечно, где-то негласно в этом формате может находиться Москва. Вот, к сожалению, пока этот формат не востребован так, как мог бы быть востребован. А 5 плюс 2 мы видим, что там идут достаточно интенсивные переговоры, и достигаются результаты. Особенно последний год, если мы посмотрим, опять же, историю этого формата. Поняла. Но это самый большой прорыв, который был сделан на протяжении даже не 10 лет, а даже 20 лет. По большому счету, с 1997 года таких бы прорывных решений, которые сближали так стороны, не было. Были, но они обрывались потом их. Не факт, что и здесь история не повторится. Только одна маленькая поправочка. Игорь Дадон позиционирует себя как промолдавский политик. Вы хотели что-то добавить? Я хотел немножко добавить то, что сказал Игорь. Действительно, формальной переговорной площадкой переговорным форматом является формат 5 плюс 2, но всегда и везде представители посредников и грантов подчеркивали, что решения должны быть найдены самими сторонами. Поэтому формат 1 плюс 1, не будучи официальным, а будучи, скажем таким, общечеловеческим форматом, конечно, играет на самом деле первостепенную роль. И от того, будет ли, как говорят на Западе, химия между лидерами, от того, будут ли их переговорные позиции иметь точки соприкосновения, зависит очень многое. Потому что, ну мы знаем прекрасно, мы с Игорем долгое время работали в Террасполе, крутились в этой внутренней кухне переговоров. Прекрасно помним, да, киевские документы о федерализации 2002 года, всеми любимые, да, самые великие, ну в кавычках, конечно, меморандум Козака, о котором не устает говорить, 7 пунктов Ющенко, так называемый, 2005 года. То есть, практически все документы, предложенные посредниками или гарантами, к сожалению, их постигала неудача. Потому что на определенном этапе не было согласия между сторонами. Меморандум Козака, это, конечно, отдельная история, но не будем вдаваться в детали. Я просто хочу подчеркнуть, что согласие между сторонами, даже если оно не имеет официального характера, имеет огромное значение. Поэтому, вот тут я тоже соглашусь с Игорем в том плане, что мы очень часто видели такие высокие старты. Я помню прекрасно встречи Воронина-Смирнова в 2001 году. Четыре раза встречались. Филат и Шевчук встречались в 2012 году четыре или пять раз. На концерты вместе ходили, на Афон вместе летали. Но вот здесь все-таки пониже уровень, на мой взгляд, чем Воронин-Смирнов. Но, тем не менее, эти встречи, о которых вы говорите, имели место. А как химия-то все-таки между президентами, на ваш взгляд? Она имеет место быть? Ну, о химии я сказать пока не могу, потому что я не присутствовал при встрече господ Судодона и Красносельского. Если мне удастся встретиться, я наверняка это почувствую. Но мне кажется, что, в принципе, пока стартовые позиции неплохие, пока точки соприкосновения какие-то нашлись. Я хочу с Эрнетом согласиться, особенно в том плане, что формат 1 плюс 1, его потенциал большой, и он далеко не исчерпан. А что касается химии, есть она или нет, мне кажется, что в политике, когда надо, она появится. А когда неудобно, она может и не возникнуть. Хорошо. Что нам известно? Давайте вот от этого толкаться. Нам известно, что в рамках встречи детально обсуждался ход выполнения того самого пакета из 8 пунктов. Помните этот пакет? Они приняли еще, по-моему, в 2017 году, да? Кроме в 2016, да? Значит, нет, по-моему, в 2017. В 2016 на берлинской встрече было обозначено несколько направлений, которые получили официальное оформление на первой встрече в январе 2017 года, это Дома Кристосельского. Да, да. И кроме того, нам известно, что стороны вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан. Вот как вам повестка? Почему так? Почему эти вопросы? Почему не другие? Вам слово. Ну, хотелось бы поприробнее остановиться как раз на вопросе о миротворческой операции. Мы видим последние полтора года руководством Молдовы, правительством, парламентом, конституционным судом ведется такая вот системная работа, готовящая, как будто бы, изменение формата миротворческой операции. Постоянно звучат требования о выводе российских войск. Мы видели вот всю эту историю, которая почти год шла с резолюцией ООН с требованием вывести российские войска. Это очень тревожит, особенно нас, преднестровцев. Для нас это очень плохие, нехорошие сигналы, потому что мы понимаем, что как только поменяется формат, то другой защиты, никаких гарантий больше мира для нас, во всяком случае, не будет. Это означает, что Кишнев может включить все рычаги давления на Приднестровье и права наших жителей защищены не будут. Поэтому этой теме, мне кажется, особенно сейчас, надо уделять именно первостепенное внимание. И очень хорошо, что в формате 1 плюс 1 эта тема обсуждается. И Игорь Дадон, по-моему, единственный политик Молдови, из тех, кто находится в руководстве стороны, которые позитивно оценивают генерал-польческую операцию. И вот на этой площади, конечно, можно, так сказать, по ключевому пункту найти взаимопонимание, согласие, можно двигаться дальше. Что касается остальных пунктов, вот этих 8, мы были свидетелями достаточно таких прорывных решений. Но надо понимать, что эти решения не совсем устраивают ни Тирасполь, ни Кишинев. Это был результат тяжелого компромисса. И проблема еще в том, что нет механизма гарантии исполнения этих договоренностей. То есть сейчас механизм гарантии – это просто добрая воля Кишинева и Тирасполя, которые двигаются навстречу друг другу. И вполне может повториться ситуация, когда все эти договоренности, все эти решения будут просто перечеркнуты в случае какого-то там экстрадинарного случая, который Кишинев, Молдова нам все время, извиняюсь, преподносит. Вот неоднократно. Поэтому, к сожалению, гарантии нет. Но то, что работа движется и какие-то все-таки шашки получаются, это, конечно, позитивный сигнал. Может быть, из этого что-то получится. Хармес, вот видите, как видится это все в Тирасполе. Вот когда наши политики, представители правящей коалиции и здесь, и за рубежом выступают по этой теме, они что говорят? Они говорят, мы выступаем за то, чтобы Россия вывела свои войска. А Приднестровье вот сейчас говорит, мы видим в этом. Они хотят смены формата миротворца. Вот как вы это можете прокомментировать? Вот к чему мы, в конечном итоге, приходим? Выражаясь научным языком, давайте проясним научно-категориальный аппарат, понятийный категориальный аппарат. Есть два вида вооруженного присутствия России в Приднестровье. Это ОГРВ, бывшая 14-армия, которая охраняет склады, никак не может их доохранять уже, потому что я не понимаю, кто там первый на линии стоит. То ли приднестровцы, потом россияне, то ли наоборот. В общем, там очень долго запутанная история, но она всем удобна, давайте откровенно говорить. А второй вид присутствия — это, собственно, миротворческая операция, которая, между прочим, вместе с Республикой Молдова и осуществляется. Когда молдавские политики, особенно правого лагеря, говорят о том, что это неправильно, это плохо, я всегда рекомендую им вернуться в 92-й год. Что было в 92-м году? Ну, война, конечно, мы знаем. В мае 92-го года Мерчиш Снегуру, выступая в парламенте, заявил о том, что Молдова находится в состоянии войны с Россией. Да, было такое заявление. Это заявление никто не дезавуировал с тех пор. Конечно, оно, слава богу, не приняло форму официальной декларации парламента, но слова президента — это слова президента. Так вот, получается, что Российская Федерация и Республика Молдова были воюющими сторонами. Потом, 21 июля, подписывается соглашение о прекращении огня и там принципах мирного регулирования, и в одной части Россия из воюющей стороны превращается в посредник и миротворца. Сказать, что это была ошибка молдавской дипломатии, это очень мягко сказать. Но прошло 26 лет, и я каждый раз говорю, вам не нравится присутствие российских войск, дезавуируйте соглашение 1992 года. Не хотите, боитесь назвать Россию воюющей стороной, тогда ищем другие способы. Давайте откажемся от этой риторики, давайте будем искать какие-то другие способы взаимодействия. А способов здесь, в принципе, предостаточно, главный из которых, я еще раз говорю, правильно разделить понятия. Мы хотим вывода только ОГРВ или мы хотим вывода всей миротворческой операции и смены формата? Это разные вещи. Вот те, кто сейчас делает эти громкие заявления, кто выходит на Организацию Объединенных Наций, кто постоянно эту тему поднимает, они как, чего хотят? Они хотят конкретно вывода российского ограниченного контингента ОГРВ. Но поскольку в молдавском обществе существует путаница, поэтому, и не только в обществе, на уровне политиков тоже существует путаница, то сразу это экстраполируется на все присутствие, включая российских миротворцев. Хотя, насколько я помню, президент Додон тоже подчеркивает в интервью, что миротворческую операцию мы хотели бы сохранить, и вот, пожалуйста, заявление в Конрице. А иностранные войска, подразумевается российские, которые находятся без мандата, просьба вывести. Это разные вещи, но это очень сложные вещи. Потому что, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, что за ситуация в Колбасне, где охраняются склады. Россияне вроде как их охраняют непосредственно по периметру этих складов. Но на подъезде к складам стоят предмистровские войска. И россияне всегда кивают. Вы знаете, председательство нас не пускают. Ах, какая беда. Вот и мы не можем вывести боеприпасы. Благодарю вас, Эрнест. Могу только от себя добавить, прежде чем вы сейчас будете это комментировать, что вот у Эрнеста такое видение, что он считает, что все-таки они отличают, да, вот эти две разные вещи. Я скажу, мне кажется, что все гораздо проще. Мне кажется, что у нас стадия отношений у нашей правящей коалиции с Российской Федерацией дошла до такого уровня, когда они хотят, чтобы ушли вообще все россияне. Вот чтобы русских там не было. И вот тогда, по их мнению, вот у нас чудесным образом будет решена и Приднестровская проблема. И вообще, как Михаил Федорович, наверное, будет убежден, что с этого дня вообще у нас Силка замечательно пройдет. Вы хотели что-то добавить? Да, хотел прокомментировать. Вот что касается Колбасны, там не менялось все это время, скажем так, формат охраны этого объекта. Непосредственно вооружение охраняет именно российские военные, а уже по периметру внешний такой круг, это уже Приднестровские военные, которые, да, действительно, если туда заехать или выехать, ну, надо сначала на Приднестровцев, что называется, попадать. Вот поэтому там все ясно, там все понятно, как бы. Но здесь вот такой очень важный момент, хотелось бы подчеркнуть, что такое военное присутствие в России в Миропольческой операции, где там что. Вот российский воинский контингент делится, условно, на три части. Треть военнослужащих, они занимаются охраной складов. Одна треть несет службу на Миропольческих постах, а оставшаяся треть – это те люди, которые их обучают нести службу на Миропольческом посту. И там происходит все время ротация. То есть находиться на Миропольческом посту постоянно – это очень сложно, и солдаты устают. Это надо периодически, хотя бы там раз в несколько месяцев проводить вот эту ротацию. Поэтому ОГРВ – это такая вот часть, функциональная часть Миропольческой операции. Если мы исключим в руку ОГРВ, мы просто разрушим этот формат. Понимаете? То есть нет в Приднестровье российских военных, которые не занимаются Миропольческом. Они могут находиться там в ротации, они могут находиться охраняясь складами. То есть в принципе они все, их можно считать миротворцами? Это не можно считать, это действительно все миротворцы. И если мы вспомним, кстати, Ренес, я вот не могу согласиться с тобой, в том плане, что в 92-м году, когда было заключено это соглашение, это была ошибка молдавской дипломатии. Да, Мерчи Снегур заявил о том, что Молдова находится в состоянии войны с Россией. Россия, как мы все знали, таких заявлений не делала ни на каком уровне. Но я вот бытный свой журналистом общался с непосредственным участником боевых действий, человеком, который возглавлял генеральный штаб Приднестровья. И он мне просто объяснил, что Россия в 92-м году, она спасла Кишинев от полного разгрома. И Приднестровье собиралось занимать Кишинев. Понимаете, там советские офицеры, советские солдаты. У них один принцип – бить фашистскую гадину в ее логове. И эти люди собирались это делать, но руководство Российской Федерации находились… Речь о Приднестровцах или о генерале Лебедя? Нет, это о Приднестровцах. Ну, вы знаете, в 92-м год Советский Союз только распался, и там все были советские солдаты и офицеры. И понимаете, руководство Российской Федерации тогда спасло тот режим, который развязал войну. Это надо четко понимать. И то, что Молдова тогда пошла на подписание такого соглашения, это был большой для нее подарок, по большому счету. Ну, могу только сказать, что… Тем не менее, я прошу прощения, это не отменяет того факта, что, грубо говоря, Молдова проявила непоследовательность. Объявил сначала Россию воюющую страной, а потом ее уже согласившись на ее роль посредника. Это непоследовательность. Это обычно делаем областей федерации. Конечно, с учетом тех обстоятельств. Это было, наверное, единственное решение, но тем не менее, факты стоят фактом. Хорошо. Мы сейчас говорим о разных форматах. Сегодня мы, конечно, говорим о встрече руководителей Молдовы и Приднестровья. Но вот что самое важное. Смотрите, на мой взгляд, самое главное, чтобы и в Молдове, и в Приднестровье искренне хотели решить эту Приднестровскую проблему. Вот что у нас происходит в Молдове, мы в этой студии, господин Шорников, очень часто говорим. Вот мне интересно, а как в Приднестровье? Приднестровье хочет решить Приднестровскую проблему? Знаете, в Приднестровье, вот в Кишиневе, когда смотрят, что там происходит в Приднестровье, вообще не все знают, что такое существует. И для многих кишиневцев, когда они попадают в Приднестровье случайно, для них становится открытием, что рядом совсем другой мир находится. Но вот в Приднестровье как раз за тем, что происходит в Кишиневе, очень внимательно следят. Почему? Потому что все эти перпробации, которые здесь происходят, они непосредственным образом влияют на экономическую жизнь республики. То есть это, мы, к сожалению, зависимы. Вы немножечко все-таки утрируете, мы здесь в Кишиневе знаем, что есть в Приднестровье, что какой-то и Располь. И знаете, очень журналисты мы знаем еще потому, что попасть журналисту Магдавскому в Приднестровье, это и по сегодняшний день. Это задача просто сумасшедшая. Надо получить аккредитацию. Очень многие мои коллеги, это сложно, согласитесь. Ну, если вы не согласны, то мы вам как-нибудь расскажем. Я просто, вот с Эрнестом как раз мы работали в агентстве, где происходил процесс выдачи ледитации. И так приблизительно представляю, как это было. Это было начало 2000-х. Ну, давайте вы сейчас, я сейчас скажу, что мы живем в 2018-м. Поверьте, на сегодняшний день ситуация совершенно иная. Ну, мне интересен, вот в Приднестровье хотят решение этой проблемы? Конечно, хотят. Решение конфликта? Конечно, хотят, потому что все эти годы Приднестровцы страдают. Секундочку. Власть, господин Красносельский, Верховный Совет, да, вот вы считаете, что эти люди, правительство, они все хотят решить Приднестровскую конфликтуру. Как они могут не хотеть, если из Кишнева все время приходят какие-то решения, которые блокируют экономическую жизнь республики? Или вопросы, связанные с правами граждан? Вот у нас сейчас по автономерам, да, вроде как решается вопрос. Когда-то Приднестровцы свободно на своих номерах перемещались и по Евросоюзу, и по России, и по Украине. Но в первый раз сделала проблему, запретила эти номера. И теперь вот десятилетия или больше топтались на одном месте, чтобы, наконец, согласовать нейтральные номера. У Приднестровья приходится отказываться от своей государственной символики на государственных автомобильных номерах. Почему? Вы сейчас обозначили эту проблему, которая кажется в Приднестровье, да, что вот Молдову, понимаете, мы сейчас не будем этим заниматься, потому что есть какие-то вопросы, которые волнуют, например. Но я о другом хочу сказать. Почему ваш ответ меня удивил? Потому что я прочитала статью вашего института, и ваш директор программ, небезызвестная вам Вера Табак, в своих рассуждениях сказала, на мой взгляд, очень честные и замечательные вещи. Вот что она говорит. «Террасполь, возможно, и был бы готов идти на уступки, если бы мог выторговать для себя наиболее выгодные условия в федеративной Молдове. Другой вопрос, что торговаться за интересы приднестровцев сегодня кажется некому. Властная элита представлена одной единственной политической силой, главные интересы которой носят по большей части экономический характер и в последнюю очередь связаны с нуждами населения». Вот так, жестко. Я бы сказал, няже, да, на жестко. Да, это жестко. Это сотрудник вашего института. У него такое мнение. Поясните, пожалуйста, как так происходит, что вот такие разные мнения в вашем институте. Смотрите, сейчас, правильно там сказано, у власти находятся люди, которые в том числе ставят интересы не только государственным, но и крупнейшего экономического агента республики. И если раньше политические интересы могли возобладать над экономическими, да, и вот мы вспомним блокаду 2006 года, когда был кризис, и на интересы экономических агентов закрыли полностью глаза, потому что политика превалировала. То сейчас для руководства республики очень важно сохранить нормальный темп экономического развития, потому что ситуация очень сложная, и если тут поколебать, понимаете, тут могут произойти необратимые вещи. Вот поэтому Сирасполь идет на определенные уступки, в том числе политические, когда обсуждают какие-то вопросы, соглашаются с тем, с чем-то, именно потому, чтобы не страдала экономика. — Эрнест, ваш ответ. Хочет ли Приднестровье сегодня решать этот застаревший конфликт? Мы слышали уже версию Приднестровья, а теперь вас. — Я бы немного по-другому задал вопрос. А кто в Приднестровье принимает решение урегулировать конфликт или нет? Если мы говорим о людях, простых тружениках, бюджетниках, пенсионерах и так далее, то уж мне-то не надо рассказывать, как они живут в Приднестровье. Я на это навиделся за более чем 20 лет проживания в Приднестровье, более чем достаточно, поэтому прекрасно знаю. Элита в лице Верховного Совета и одной известной фирмы «Шериф», которая, в принципе, сегодня поставляет собой единую монолитную систему управления Приднестровьем, подозревает, что не очень хочет, потому что… А зачем хотеть, когда существующая ситуация позволяет осуществлять, ну, я скажу мягко, серые схемы и прочее, прочее, мы все знаем, о чем речь, но! Есть большое-большое «но» и называется оно «правый берег». А кто скажет, что на правом берегу все хотят урегулирования? Во-первых, я могу назвать вам с дюжину фамилий известных в Молдове людей, крупных политиков, которые имеют большой бизнес с Приднестровьем. И это не только легендарная «корочка», это начиная с щебня и камней, чего хотите, заканчивая более крупными масштабными делами, и это, причем, еще и правые политики, это европейские политики, ну, в кавычках, конечно. Среди них даже есть некоторые бывшие, например, министры, бывшие министры иностранных дел. Мне называли имена, фамилии, называли бизнес, там схемы, поверьте, там цветет и пахнет. А вторая часть этого «но» большого заключается в том, что правым политикам Молдовы не очень выгодно регулирование, потому что, если, допустим, завтра гипотетически заключается некое соглашение об регулировании, то в конституционное поле Республики Молдова одномоментно вливается, ну, минимум 250 тысяч взрослых, ну, старше 18 лет, то есть избирателей. Как вы говорите, «электорат». Электората. Да. Однозначно пророссийскими взглядами, и это очень сильно повлияет на электоральную корреспублику Молдова. Если сейчас, скажем так, сторонники евразийского условного вектора Молдовы имеют где-то 45-50 процентов по разным опросам, то после воссоединения с Приднестровьем это будет минимум 60 процентов, ну, 55 точно. То есть окончательно будет смена баланса в пользу восточного вектора. Зачем это правым политикам Молдови? Зачем это их кураторам? Мы говорили, что их нету, поэтому... Вот, собственно, маленькое уточнение. Вот тут как раз в вашем вопросе заключается разница нашего восприятия. Когда вы говорите о лишении Приднестровской проблемы, мы немножко по-другому выражаемся, решение регулирования Молдово-Приднестровских отношений. Но когда вы вот это говорите... Конфликт, я сказал, решение этого конфликта. ...под этим понимаем получение независимости. Хотим ли мы, наконец, разрешение этого конфликта? Ну, конкретно получение независимости. У нас это так, понимаете. Вот, конечно, все хотят. Но хотят для урегулирования, чтобы стать частью Молдовы, извините, тут никто этого не хочет. В Приднестровье никто этого не хочет. То есть вот все эти переговоры, которые мы сейчас свидетелями, о которых становимся. То есть, в принципе, на сегодняшний день это выглядит так. Приднестровские политики, они участвуют в разных форматах. И цель у них, в принципе, только одна. Для того, чтобы потихонечку выторговывать для себя какие-то экономические, в основном, социальные, да? Какие-то вещи, которым действительно население страдает. Мы это понимаем, да? То есть номера, мы говорили, дипломы и все вот это. То есть исключительно с этой целью. Эрнест, а мы-то такие наивные думаем, когда же вот у нас дойдет дело до политической корзины? Я все-таки... Что вот все-таки вот будет то, что Нина Штанский, о чем она вот так вот говорила, и говорят, что даже уже при ней это было внесено, что это будет рассматриваться, когда все-таки она не отказалась окончательно, было такое. Как? Я немножко с Игорем не соглашусь. Я знаю, что определенный процент преднестровского населения, конечно, не все, может быть, даже не большинство, но некий значительный процент хотел бы воссоединение с Республикой Молдова. Это не отрицается. В Приднестровье нет антимолдавских настроений. В Приднестровье сильные антируминские настроения. И тут опять включается большое «но». Представим себе, что завтра проводится опрос, и 60% населения... Кстати, даже не буду ничего выдумывать, Игорь. Вспомним ноябрь 2003 года, за несколько дней до срыва меморандума Козака, когда Смирнов выступил в зале заседания Верховного Совета, и тут же вечером по ТВ ПМР, откуда ни возьмись, появился опрос. Ты помнишь этот день? Что оказывается 60% населения Приднестровья за урегулирование? Да вы что? А когда это вы проявили опрос, что мы его не заметили? Так вот, давайте представим, что 60% за урегулирование. Вот они готовы сказать, мы воссоединяемся с Молдовой в границах 89-го года по международным этим договоренностям. Вопрос будет следующий, а что нам предложит Молдова? И вот тут я возвращаюсь к тому, что слышал битых почти 20 лет, работая в Тирасполе, и слыша от западников в первую очередь, европейских дипломатов, которые постоянно говорили, Молдова должна быть привлекательна для Приднестровья. Это очень правильные слова. Но Молдова мало что смогла или захотела сделать, чтобы стать привлекательной. Вот это камень преткновения. Люди ответственно заявляют, что жители Приднестровья не против вступления, возвращения в состав Молдовы. Жители Приднестровья просто боятся неопределенности. Они не знают, что может им дать Молдова и даст ли. А вот для этого я опять возвращаюсь к своему предыдущему пункту. Зачем правым политикам Молдовы пророссийский электорат Приднестровья? Опять упираемся в эту точку. Хорошо. Вопрос еще и во влиянии. И в том числе на правый берег и на левый берег. Господин Шорников замечательно сказал так. Ситуацию в Молдове контролирует Запад, несмотря на поддержку населения российского курса. Мы согласны даже с господином Варданьяновцем. Нам интересно, кто контролирует Приднестровье? В общем-то, Эрнест уже в своем выступлении рассказал, кто контролирует Приднестровье. Важно из ваших уст. Кто контролирует Приднестровье? Знаете, Приднестровье непризнанное государство. Поэтому власть там во многом зависит от позиции населения. Если народ перестанет поддерживать власть, то государство не будет. Народ в Приднестровье настроен категорически пророссийский. Категорически это значит, что мы себя считаем россиянами. 97% в 2006 году участвовавших в голосовании высказались за присоединение к России. Не столько даже за независимость, сколько за присоединение к России. Поэтому хочет кто-то или не хочет, но Приднестровцы себя считают вообще как бы частью России. И исходя из этой позиции, и власть должна действовать. И она так и действует. Понимаете? Может, кто на самом деле контролирует ситуацию, но понятно, что Россия далеко, а есть политики и силы в самом Приднестровье, которые, в общем-то, и проводят ту политику, которая сейчас, в общем-то, проводится. Ну, вот я хотел просто ответить. Я хотела бы, чтобы на этот вопрос, если можно, ответил все-таки Эрнест. Ну, по Сигельской закончит мысль. Или вы, если другая тема, то тогда я попросила бы вас подождать, потому что мне интересно, чтобы мы вернулись к контролю. Вот Молдову контролирует Запад. Господин Варданян, кто у нас контролирует Приднестровье? В Приднестровье контролируется Россия. Я Америку не открыл. Но давайте не будем... Вот почему-то господин Черников Черников не хочет это четко сказать. А потому что есть опять но. Нет, я не могу. Есть но. Давайте не будем абсолютизировать. Если бы Россия контролировала Приднестровье в ручном режиме, Приднестровский конфликт был бы решен уже, даже с учетом срыва мемориатного хозыка, давления Запада и так далее. Не все так просто, господа и дамы. Потому что одна известная Приднестровская фирма имеет очень тесные связи на Западе. У нее капитал на Западе. У нее недвижимость на Западе. Американский капитал, и не только американский. Я знаю, что на выборах 2014 года представители одной известной фирмы через нужных людей агитировали за проевропейские партии в Гагаузии. То, что они там не прошли, это другой вопрос. Но сам факт. Они агитировали за проевропейские партии, чтобы через эти партии осуществлять определенные социальные инвестиции в Гагаузии под видом европейских грантов. Это очень о многом говорит. Это, конечно, не фатально. Социальный проект, социальный проект, на здоровье. Но это факт. Я привык опировать фактами. Это очень интересно. Правда, это интересно. Вы хотели поспорить с Эрнестом по ходу? Я, в принципе, во многом с Эрнестом как раз согласен. Он хорошо знает ситуацию в Приднестровье, в Молдове. Я бы не стал однозначно отферождать, что Россия прям контролирует Приднестровье. Да, там находится российский воинский контингент. Он обеспечивает мир и больше ничего. Никак это не влияет на политику стороны. Россия оказывает очень большую гуманитарную помощь Приднестровью. Вот об этом, да, в основном и речь. Потому что мы знаем, что Россия все-таки, она неплохие деньги вкладывала. Она вкладывает огромные деньги в поддержку населения. Я вам хочу четко донести, что не в поддержку Террасполя конкретно, хотя там это, в принципе, опоследованно может быть, а именно в поддержку граждан, которые там проживают. Каждый пенсионер ежемесячно, независимо от какого у него там цвета паспорт, каждый пенсионер получает добавку пенсии от России. Там в размере, по-моему, 10 долларов или что-то такое. Так называемые путинские 10 долларов. Потом стали 15 долларов. Но путинская надбавка называют. Газ для Приднестровья бесплатный. То есть население платит, но эти средства потом поступают на специальный счет. С газом вообще интересно. Мы знаем, какие долги. С газом все очень непросто. С газом все очень непросто. Газовые деньги, Игорь, они немножко работают, но не там. Тем не менее, они позволяют поддерживать уровень жизни населения на более-менее удовлетворительном уровне. Но просто когда накапливается такой долг, то рано или поздно уже принимается. По нему придется платить. А конечно. Прекрасно, и кто же по нему заплатит? Да. Молдова заплатит. И вот Приднестровье в свое время хочет, чтобы как раз платила Молдова. Нет. Приднестровье не хочет, чтобы за него платила Молдова. А ну просто не платит. Просто Молдова не заплатит. Никогда не заплатит. Давайте будем оптимистами. Давайте скажем так, если конфликт будет урегулирован, Россия эти деньги спишет. Потому что она их все равно не возьмет. Не у Приднестровья, не у Молдовы. Вот один из символов для Приднестровья. Либо придется платить кому-то. Не знаю, не дай бог, Румынии придется платить. Хорошо. Нет, Румынии тоже не потянут. Не дай бог. Несколько меняем не саму тему, а поговорим о другом аспекте. Вот назначение Клауса Нойкерха, знаменитый известный немецкий дипломат. Вот УБСЕ, кстати, не опровергает эту информацию, что он возглавит УБСЕ в Республике Молдова. Вот что означает это назначение, если оно, конечно, состоится, а мы практически уверены, что состоится, для урегулирования Приднестровского конфликта. И, Эрнест, может быть, после встречи Путин-Меркель у нас появился новый такой тандем? Кстати, не исключено. Вот есть и такая точка зрения. Мне интересно вас послушать, потому что об этой встрече говорили много, и вдруг на самом деле там затрагивали Приднестровскую тему. И вдруг на самом деле потому впервые не американец. Да, я вот еще для наших телезрителей, что действительно новым главой миссии ОБСЕ будет наш давний друг Клаус Нойкерх, гражданин Германии, немецкий дипломат. Он уже работал в миссии ОБСЕ в 2000-х годах, в 2000-х, в первом десятилетии. Он знает государственный язык, знает русский язык, он хорошо знаком с ситуацией. Он тогда, правда, занимал более техническую функцию, но это, тем не менее, не мешало ему быть знакомым с содержанием, сутью конфликта. Действительно, впервые в середине 90-х годов главой миссии ОБСЕ будет не англосакс, потому что были до этого только американцы, а до этого еще канадец и британец. Будет представитель континентальной Европы. Это интересный момент, потому что существовал некий такой негласный компромисс, что россияне соглашаются на американца на постуговой миссии ОБСЕ. Правда, здесь анекдотичная ситуация, думаю, Игорь здесь меня поддержит. В Тирасполь все упорно говорят, что ОБСЕ работает на американцев, в Кишневе все говорят, что ОБСЕ работает на россиян. Так и живет. Подтверждаю. Глава МИСЕ ОБСЕ – американец. Как он может работать на Москву? Может, оказывается. Когда очень хочется, то можно. Значит, Нойкер знает ситуацию. Я не думаю, что он сможет достичь каких-то прорывных решений, но он и не должен, потому что ОБСЕ – это посредник. То есть переговорная площадка. Вот сам факт, смотрите, немец. Да, Германия после 2016 года довольно активно включилась в переговорный процесс. Она была представителем ОБСЕ два года назад. Берлинский протокол, скандально известный, когда Молдова оказалась фактически в изоляции во время переговоров, когда даже Украина и США встали на сторону России и Приднестровья и сказали, что Молдова должна пойти на определенные компромиссы, в том числе в вопросе автомобильных номеров. Мы скоро это увидим. После Берлина, и в следующем году была Австрия, по-моему, или Швейцария, я уже не помню, неважно. В общем, немецкоязычный мир стал сейчас главой ОБСЕ. И, конечно, это определенные перспективы, определенные надежды вселяет. Но не будем, опять же, абсолютизировать, потому что все равно между Россией и Германией нет того уровня доверия, который был до 2014 года. Это нужно принимать во внимание. Американцы тоже будут влиять и принимать участие. Скоро, кстати, должен приехать новый американский посол. Ну, прорыва ждать я не буду, но, скажем, сдержанный оптимизм сохраняется. Благодарю вас, Игорь. Вы знаете, во-первых, хотел бы заметить, что Германия и вообще в целом Евросоюз – это вассалы США. США на протяжении многих лет возглавляли МИСЮ, держали под контролем процессу регулирования. И просто так они отдавать вот это направление даже своим вассалам не будут. Вот у меня есть такое предположение, ну, вообще американская дипломатия – очень сильная дипломатия. Вот на примере глав миссии ОБСЕ, вот в том числе господина посла Майка Скэндлона, мы видим, что действительно очень сильный, талантливый дипломат. Мне кажется, тут Соединенные Штаты убивают сразу двух зайцев. Понимаете, в течение последних лет господин Скэндлон настолько натянул вот эту тетиву, вот две стороны приближая друг к другу, что я говорю, что ситуация оказывается сейчас в очень подвешенном состоянии. И есть факторы, которые могут эту тетиву просто порвать очень быстро. Первый фактор – это совместные молодоукраинские посты на Приднестровской границе. И второй фактор – это, конечно, выборы в Молдове. Вот эти вещи, в общем-то, непересказуемы, и переговорный процесс вполне может прекратиться, а также гораздо быстрее, чем он, в общем-то, раскачивался. Так вот, в случае, да, сейчас на повестке социально-экономические вопросы, они скоро закончатся, и надо будет переходить к политическим вещам. И, ну, правильно, наверное, я сговорю, не все заинтересованы в том, чтобы к этому приступать. Многие не заинтересованы. Вот, поэтому в случае, если будет провал, то Америка выйдет, американская дипломатия, из этой ситуации, ну, просто в белом, незапятнанном костюмчике, потому что они сделали очень много, они довели ситуацию практически до политического регулирования, а тут пришли немцы, и все это самое накрылось. Кино и немцы, в общем. Да. Либо, либо, если действительно все пойдет хорошо, то и здесь они молодцы. Понимаете? И тут очень важный фактор. Мы знаем, как сейчас относятся в Вашингтоне к позиции, там, вот, ну, Трамп-Путин, да, не дай бог, там какой-то сговор по этой линии будет. А если в Приднестровье будет урегулирование, то это что, Путин с Трампом договорились, да? Ну, Трампу это не надо. Пускай лучше Меркель с Путином договорятся, да? Ну, вот, соответственно, вот такой вот пас. 50 на 50. Интересно, да. Это будет история успеха. Может, это единственная переговорная площадка, где будет успех. Давайте надеяться на это. Давайте. У нас времени уже практически не осталось. Я не все вопросы успеваю задать, о Фротине хотела немного поговорить, но, правда, времени совсем нет. Давайте поговорим о парламентских выборах, если можно. Вот, буквально секунд по 30, да, уложитесь. Которые вот должны у нас состояться, и по одной из версий, версию, которую все время защищает наш президент, вот именно они, благодаря им, решение Приднестровской проблемы может сдвинуться, и может, на самом деле, мы будем близки к решению или вообще решим. 30 секунд. Знаете, сейчас Телрасполь так крепко зажали Кишинев и Киев, что только чудо может, в общем-то, Приднестровье спасти. И вот одним из таких чудом могут быть потрясения, связанные с парламентским выбором в Молдовии. Как это не прискорбно. Вот, и здесь, вот лично мое мнение, если сохранится действующий режим, то у Приднестровья шансов нет. Поэтому, надеюсь, что все-таки конфигурация власти в Молдове поменяется, и Кишинев будет более конструктивно настроен по отношению к России. Спасибо. Это будут самые грязные выборы в истории Молдовы, но самое ужасное в том, что настоящая грязь будет после выборов, когда граждане уже отдадут свои голоса, и они уже не понадобятся. А вот после выборов начнется что-то нехорошее, я скажу так, обтекаемо. Вплоть до отмены выборов, отмены итогов выборов и назначения досрочных. Не исключаем этого сценария. Вот президент сказал, что Майдана точно не будет. Или вы вообще это не имеете в виду? Дело не в Майдане. Вот в суде Конституционного суда их там переназначат красиво. Вот Эрнест всегда так, он самое интересное под конец, и так обтекаемо. И вот это дает повод, Эрнест, взять мне с вас обещание, что вы придете еще, и мы поговорим на эту весьма интересную тему. С удовольствием. Вас благодарю, вас особенно благодарю, и хочу сказать, что мы рады видеть вас в этой студии. Приезжайте к нам, нам на самом деле интересна точка зрения Приднестровья. Беру на себя обязательства. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.